У управляющих достаточно, мне кажется, ну, я сталкиваюсь с такими управляющими, что у них очень часто узкое видение, они нацелены на, возможно, там, достижение результата, но не все владеют теми инструментами, которые необходимы управляющим, поэтому, собственно, приглашаются специалисты, такие как я, которые могут рассказать и показать, да, как, собственно, завести эти бизнес-процессы. Сложность в том, что зачастую управляющие думают, что достаточно пригласить одного специалиста, провести пару там тренингов, и у него все хорошо заработает. К сожалению, это достаточно долгий процесс, но я бы даже сказала, он нескончаемый процесс. Специалист высокого класса, который приезжает в гостиницы, прежде всего ему важен результат. А результат это, это вообще, скажем так, высокий сервис, это постоянный сервис, его нельзя достичь сегодня и дальше успокоиться, то есть это всегда постоянный рост. А если мы говорим о превосходном сервисе, то это всегда давать чуть больше, чем ждут наши гости. А гости быстро привыкают к хорошему, поэтому и гость наш меняется, поэтому под нужды нужно подстраиваться, нужно удалить. И самое главное, это, конечно, мелочи, на которые, может быть, многие управляющие не обращают внимания. Мелочи во всем, но они должны быть стандартизированы. Я могу привести такой пример, когда в одном отеле не было стандарта, где, например, должен лежать фен в номере. И каждое утро у меня начиналось с того, что я искала фен. То он у меня был в ванной, то он у меня был рядом на тумбочке, то он у меня был в каком-то шкафу. Естественно, да, такая мелочь и деталь, она меня выводила уже в себя, а в конце даже, ну, не знаю, поднимала настроение. Это, может быть, такая фишка, но это, конечно, неправильно. Хотя, да, тот же управляющий наверняка следил за тем, что было чисто в номерах, давал установки своим сотрудникам, что там должно так все работать. Но вот эти вот мелочи и нюансы, конечно, многие управляющие не знают. Вообще, с чего состоит этот цикл? Да, прежде всего, проходит определенный анализ, на каком этапе находится этот отель. И зачастую видение управляющего не совпадает с, я не знаю, со стандартами высшего класса. Когда я приезжаю, они начинают показывать, вот у меня здесь прекрасно, у меня здесь здорово. И я нахожу такие моменты, я не знаю, салонка у вас справа, перечница слева, что не по стандартам. Он говорит, как это важно? Я говорю, конечно, это важно. А как гость должен определить? А что, гости знают эти стандарты? Ну вот мелочь, да, но она очень играет такую большую роль. Так вот, почему цикличен? Проводится определенный аудит, на каком состоянии находится отель. После этого проводится определенный, скажем так, анализ, как работает каждое подразделение, каждая служба. Проводится такой аудит на рабочих местах, на гостевых зонах. Выявляются недостатки, зачастую их очень много. Разрабатывается план действий и, собственно, начинается обучение. Казалось бы, провели обучение, можно успокоиться. Нет, обучение это всего лишь знание, которое мы даем нашим сотрудникам. Знаний недостаточно. Знания должны перерасти в навык. Но навык, как ты знаешь, это как минимум 21 день выработки, по каждодневной. Поэтому это уже достаточно долгий срок. Навык на рабочем месте. Навыки отрабатываются в тренинг-руме. Сервировка стола, прежде чем этого сотрудника выпустить на гостевую зону, он должен это продемонстрировать в тренинг-руме. Потом его выпускают в гостевую зону. Там же наставник или руководитель должен следить и помогать. Потом этот навык перерастает уже, скажем так, в привычку. Это очень важно. Привычка у сотрудника выполнять все по стандартам в привычку. И все равно на этом успокаиваться нельзя. Должен быть постоянный контроль, проверка. Разрабатываются чек-листы, по которым проверяются это все, прописывается, отмечается. Сотрудники, я не знаю, поощряются или наказываются по-разному. И, казалось бы, вуаля, мы можем успокоиться. Но, как я сказала, у нас гость меняется, у нас ситуации меняются, у нас обстановка в стране меняется постоянно. Те кучка кадров, конечно. Поэтому я и сказала, что это постоянный процесс. Бывают ситуации, я не знаю, разрешение сложной конфликтной ситуации с гостями. Но сложно написать стандарт какой-то под каждую сложную ситуацию. Конечно, есть определенные клише поведения, как себя вести, но нужно обязательно анализировать. Ведь жалоба гостя – это в определенном смысле подарок для организации. По этой жалобе, собственно, управляющий может понять, что нужно гостям, и откорректировать те же стандарты. Стандарт – это не тот закон, который пишется один раз и надолго. Стандарт – это определенное правило поведения, которое нацелено на удобство гостя. Оно может формироваться, как живой организм. Он может быть сегодня одним, а завтра поменяться. Недавно были в стандартах у нас официант при встрече гостя спрашивал, в какой зоне вы предпочитаете сидеть, в курящей или в некурящей. На сегодняшний день этот стандарт уже вымер, поэтому заменяют его на другие стандарты. Сейчас очень, скажем так, вводятся стандарты, что официант должен, например, предложить зарядку для телефона. Ну, раньше этого не было. Время идет, оно все меняется. Поэтому, да, ну и, конечно, текучка, ты совершенно правильно сказал. И линейный персонал, как правило, меняется чаще. И сейчас я наблюдаю, скажем, ну, почти что бедствие. Да, это среди официантов текучка очень большая. Ну, и хаоскейпинг горничные. Очень приходится, скажем так, обучать, обучать нон-стопе. Я бы даже сказала, что это должно проходиться на ежедневной основе. Небольшие мини-планерки, которые должен руководитель, супервайзер, менеджер среднего звена обязательно проговаривать. Помимо того, что он должен говорить, что нужно на текущий день, он должен обязательно проговаривать определенный стандарт обслуживания. Мне очень нравится такая категория сотрудников. Конечно, руководитель должен думать, как их мотивировать. Это может быть и материальное, и нематериальное вознаграждение, денежное, и неденежное. Я не знаю, похвала. Зачастую руководители забывают даже просто похвалить, что не есть хорошо. Поэтому очень многое зависит от, скажем так, компетенции этого сотрудника. Если мы говорим, например, про, ну, не знаю, давай возьмем прачечную химчистку. Знаю, что многие отели, в них работают люди пенсионного возраста. Для них это определенный заработок к пенсии. И поэтому текучки почти что нет, но зарплата у них маленькая. Но они замотивированы этим. Надо сказать, очень хорошие сотрудники, очень трудолюбивые, очень ответственные женщины уже в пенсионном возрасте. Что касается молодежи, те же официанты. К сожалению, официант сейчас переросла немножко в такую профессию на подзаработать временно. Очень жаль, потому что я считаю, что хороший официант, это профессионал своего дела, это как хорошее вино, я не знаю, которое выставилось. Это же не просто принести и унести. Это человек, который должен быть психологом, который должен знать множество вещей. И такие есть официанты. Я знаю очень многих, которые работают, и они там, не знаю, в возрасте уже. Но работают совершенно прекрасно. Чем они замотивированы? В хороших отелях правильное построение системы мотивации и перспективы роста очень важна. Я знаю, собственно, и сама предлагаю разрабатывать определенные профайлы для каждого сотрудника, где можно было бы видеть их профессиональный рост. То есть человек, который работает официантом, он знает, что ему будет предоставлено определенное обучение, где он может повышать свои компетенции. И в дальнейшем он может претендовать, не знаю, на менеджер ресторана. Можно делать определенный карьерный рост как по горизонтали, так и по вертикали. И грамотные руководители очень грамотно этим пользуются. То есть текучки в таком случае меньше, когда есть развитие. Конечно, очень важно набирать уже, скажем так, замотивированных людей. Тут еще начальный этап интервью, собеседование, кого приглашаем на людей. И мне кажется, HR-менеджер, который проводит собеседование, он должен четко понимать и отсекать, скажем так, людей не из сферы гостеприимства. Я не знаю, я очень люблю, скажем так, выделять, есть люди, которые могут работать в сфере гостеприимства, есть люди, которые вообще-то не дано. То есть это видно. Надо сказать, что люди, которые начинают работать в сфере гостеприимства, это засасывает. Они могут менять отели, рестораны. Но это люди, которые получают удовольствие от того, что они делают людям добро, помогают. Это не прислуживание, а обслуживание, служение. Вот те люди, которые ты, вот привел пример, на ресепшен работают много-много лет, я знаю таких людей. Это вот прям, я не знаю, это браво, это служение, профессиональные сотрудники, которые, несмотря ни на что, несмотря ни на какие кризисы, которые нашатали в стране, да, они работали. И они воодушевляют молодых сотрудников, которые приходят. Дает определенную такую установку, мотивацию. К сожалению, не совсем верное представление, потому что сервис, первоклассный сервис, хороший, это конкурентные преимущества, это те деньги, та прибыль, которые принесут его сотрудники. И чтобы они это делали грамотно, хорошо, успешно, в них нужно вложиться. Да, их нужно и замотивировать, и дать им те знания, которые, собственно, он хочет, да, потом и спросить, и они перейдут в качество обслуживания. Качество обслуживания — это все твой гость. Это возврат твоих денег, причем в прогрессию большой. Немного статистики приведу. Затраты на привлечение нового гостя в 12 раз больше, чем на удержание старого. То есть гость, который лоялен, он тебе выгоднее. Ты затрачиваешь меньше на привлечение. А чтобы он стал лояльным, ты должен предоставить хороший сервис, чтобы он захотел вернуться. Как часто бывало, когда ты приезжаешь в один отель, что-то идет не так, и ты просто для себя принимаешь решение, что в этот отель я больше не приеду и не остановлюсь. И я даже знаю, как в этот отель. Все. То есть сколько собственник, я не знаю, управляющий теряет? Это сложно подсчитать в принципе. Это человек, которому не понравилось, он не приедет. Ну и ладно, не приедет, казалось бы. Да, он же ведь еще напишет отзыв в интернете, он расскажет своим друзьям, знакомым. И каким бы глянец бы не был бы там в СМИ, когда мы выбираем отель, мы прежде всего ориентируемся на отзывы наших гостей, на отзывы, опять-таки, там TripAdvisor и так далее. И, собственно, там очень сложно подсчитать потери из одного недовольного гостя. Поэтому вложить в сотрудника, который будет предоставлять первосходный сервис, это, конечно, дорогого стоит. Это все вернется в сто крат. В целом мне состояние, конечно, не очень нравится. Есть единичные отели, к которым браво, и управляющая заботится о сотрудниках, об обучении. Но в целом картина плачевна. На мой взгляд, что это все идет очень, скажем так, безграмотно, что ли. Кто как это все видит. От чего зависит? Менталитет очень большое играет влияние на обслуживание. И этому тоже нужно обучать сотрудников, ставить определенные установки, тренинги проводить. Я тоже могу привести один пример в плане менталитета. В одном отеле я останавливалась и, скажем так, оставила чашку кофе на тумбочке в ванной комнате. Спешила очень и убежала. Вечером возвращаюсь в отель и вижу, что у меня стоят новые две чашки, вымытые. Но эта чашка со статками кофе также продолжает стоять у меня в ванной. Я, собственно, поинтересовалась, а почему ее не убрали? Почему? То есть явно, что не забыли, поставили мне две чашки. На что мне руководитель службы сказал, мы побоялись выкинуть. Вдруг это вы будете использовать в качестве скраба. Ну вот такое вот видение. Ситуации разные бывают. И вот в данной ситуации я всегда советую, а выкинешь, а вдруг вы действительно гость будете использовать в качестве скраба. Как себе вести сотруднику? Сотрудники боятся коммуникации с гостями. А коммуникация в обслуживании, я считаю, это стоит на первом месте. Потому что эти сотрудники, которые мы, скажем, такая дешевая рабочая сила, мы не заботимся уже о том, что наши горничные должны знать два иностранных языка. Были такие времена. Сейчас это действительно дешевая рабочая сила, которая плохо говорят по-русски. И тогда собственнику или управляющему ничего не остается, как просто дать простое указание, не общаться. И от греха подальше. Ну, реалии современного мира, да, сказать, что, ребят, давайте мы будем наших горничных обучать английскому. Хотя многие отели пятизвездные, там, естественно, четыре звезды, они обучают горничных английскому языку. И я провожу такие занятия тоже. Есть спрос, отсюда и рост всевозможнейших тренеров. Какой совет дать управляющим? Действительно, тренеров на сегодняшний день очень много. Мой, скажем, такой личный совет, всегда смотрите на то, где эти тренера работали. Потому что очень важно это иметь практику. Очень много тренеров, которые закончили тренерские курсы, но никогда не работали в отеле. Никогда не стояли за стойкой, не подносили тарелки, я не знаю, не работали на передовой. Но знают теорию и продают себя как профессиональные тренера. Но, собственно, они не поправят дело. Они не смогут наладить бизнес-процессы. Нужно смотреть, конечно, на биографию этого тренера, сколько у него практических часов работы, обязательно, это очень важно. Ну и на отзывы, конечно, на его результаты. То есть просто сказать, что я там хороший тренер. Нет, посмотрите на результаты. Я сделал там в таком-то отеле, построил бизнес-процесс. Я такие-то результаты из такого отеля. То есть это уже, скажем так, обезопасит управляющих от серьезных вложений денег. Это сейчас недешево. Сейчас профессиональные тренера берут достаточно много. И поэтому, если уж ты хочешь вложиться, то надо получать совершенно на высшем уровне. Личность самого тренера тоже очень важна. Я знаю множество профессиональных людей, которые и работали много лет в отелях, но они не могут донести до аудитории, не могут замотивировать. А ведь каждый тренинг – это определенное воодушевление. Это не просто передача знаний каких-то. Это нужно воодушевить. Не знаю, у меня после каждого тренинга всегда буря аплодисментов и желание идти работать и попробовать то, что мы отрабатываем на тренингах. То есть я вижу горящие глаза. Я вижу какой-то вот этот посыл, что нужно вот это все бежать, скорее воплощать. Это нужно постоянно поддерживать. Почему я еще и говорю, что очень важна роль самого руководителя. Зачастую сотрудники приходят не с очень большим удовольствием на тренинги, потому что ну вроде как надо, руководитель сказал, но он грамотно не донес. А что ему даст этот тренинг? Зачем сотрудник туда приходит? Что он получит взамен? А ведь взамен получается, я не знаю, их и профессиональный рост в плане компетенции, где они потом смогут реализовать свои профессиональные компетенции, и собственно зарабатывать больше. И в то же время это определенное сплочение, это определенный энтузиазм. Это много всего, много зависит. Поэтому руководители еще грамотно должны доносить об обучении, что это нужно сотрудникам. Люди, которые уже достаточно профессиональны в своей профессии, им зачастую бывает уже этого недостаточно, они хотят расти дальше. И собственно дальше происходит вот это вот желание поделиться своими знаниями. Грамотно делиться, этому тоже нужно научиться. И происходит определенное еще дополнение профессиональных компетенций. Помимо знаний фронт-офиса служб, человек может пойти и получить определенные компетенции по тренеру. И если он обучаем и есть желание, то он становится тренером. Причем очень хорошим и профессиональным. Но здесь очень важно подчеркнуть, что люди должны работать уже в этой сфере. Нельзя, мне кажется, это будет не совсем профессиональный тренер, если он придет с улицы, скажет, слушайте, хочу быть тренер, научите меня. Нет, это должны быть люди, профессиональные в своем деле, в гостиничном бизнесе. Причем это может быть как и фуд и бэверидж службы, и хаускипинг, и фронт-офис. Но люди, которые проработали определенное время в этой сфере, которые профессиональны своими непосредственными знаниями, навыками, они получают дополнительные компетенции и, собственно, растут. Они получают еще удовольствие от того, что они могут поделиться этими знаниями. Действительно, я вижу, что творится на рынке, и что тренера не всегда являются профессиональными. Так почему не обучить людей, которые хотят и, собственно, могут это все делать? Поэтому, да, есть желание обучить их и поделиться своими знаниями. Ну и определенная, конечно, для них это возможность воплотить свою мечту в жизнь, стать тренерами и работать еще в этой сфере. Это было бы для них, мне кажется, здорово. Формат обучения – это вечернее обучение. Оно будет длиться 3 часа по 1 раз в неделю. В этот формат обучения входят практические занятия, которые будут проходить в связь с отель. И обучение также входит в вебинары. Будет обязательно домашнее задание, обязательно будет задание в плане проведения самим тренингов, где я буду смотреть. Я сначала буду делиться своими инструментами, а потом я буду уже смотреть, как они эти инструменты будут применять. Собственно, будут даваться корректировки, установки. Мы будем прописывать полностью этот тренинг, которым они будут дальше уже владеть и смогут провести. То есть цель после такого обучения, оно будет длиться 2,5 месяца, цель такая, чтобы этот человек, который закончит этот курс, имел в себе целый готовый тренинг, владел определенными инструментами проведения тренинга и, собственно, мог бы уже дальше его и продавать, и воплощать в свою жизнь. Продолжение следует...